Всем привет и добро пожаловать на канал Bebitaki Dolls. Вот и закончился клубный год Integrity Toys 2023 и давайте вспомним, каких же замечательных кукол показали нам в этом году. Кукольный год начался в конце февраля и стартовал он с тремя вступительными куклами. Три вступительные куклы оказались уже знакомыми нам по прошлым годам, но в новых цветах. И первая кукла из линейки New Face. Называется Billion Dollars Beauty и это персонаж Алехандро Луна. Их тело New Face 3.0. Стопы под каблук, Skin Tone FR White. И это кукла с прямыми рыжими волосами. Волосы до колен. Спереди они расчесаны на прямой пропор и обрамляют лицо куклы как ободок. Брови тоже рыжие. Глаза зеленого цвета, взгляд направлен в бок. Макияж глаз в бежевых оттенках. На губах бледно-розовая помада, а на щечках розовый румяна. Одета Алехандро Луна в короткое платье в серебряных пайетках. Талия выделена широким черным поясом. Дополняют образ Боа из розовых перьев. Черные капроновые гольфы. Черные туфли-лодочки с серебряными шипами. Небольшая серебряная сумочка и шляпка-пилотка из такого же материала. В комплекте с куклой есть кисти рук с нарисованными на них черными митингами. Маникюр на всех кистях нюдовый. Также в комплекте есть очки в черной оправе со стразами, чокер на шею с надписью New Face, кольцо и серьги в виде значка доллара. Все украшения из серебра. Напомню, что Алехандро Луна это персонаж, топ-модель из очень богатой семьи. На мой взгляд, кукла красивая, хотя лично для меня она не стала очень интересной. Возможно, наложился тот факт, что такую куклу мы уже видели. И напомню, что в этом году я участвовала в клубе как зритель, и ни одной куклы я не заказывала. Но в этом видео расскажу о том, какие из них мне понравились, а какие не очень. И Алехандро я бы заказывать не стала. Не только потому, что она не вызвала у меня какого-то вау-эффекта, не только потому, что это повтор, но и потому, что в целом к линейке New Face я отношусь не то чтобы с восторгом, довольно прохладно. Второй вступительной куклой стала кукла из линейки Fashion Royalty. И называлась она Summer Rose. И это персонаж Евгения Перингфрост. Тип тела FR 6.0, стопы под каблук с кентон венгерский. И это яркая летняя блондинка. Волосы ее так же, как и у Алехандре, спереди разделены на прямой пробор и зачесаны назад. Но волосы в этот раз не распущены, а собраны в низкий хвост. Волосы длинные и немного подкручены на концах. И брови у этой губы коричневого цвета, что меня немножко смущает. Кажется, что они должны быть светлее с такими волосами. Глаза зеленого цвета, взгляд смотрит прямо. Контур глаз густо подведен черным цветом. Тени золотые и коричневые. И у меня этот макияж ассоциируется с крыльями бабочки. На губах нюдовая помада, а на щеках коралловый румяна. У Евгении очень яркий наряд. Состоит он из красной блузки с валанами и глубоким декольте. И юбки с ярким цветочным принтом. Дополняют этот наряд ободок с черными бисеринками. Ремень ментолового цвета. Плетенная сумка из бежевой кожи. И черные туфли-лодочки на золотых каблуках. Есть золотые украшения. Это кольцо бабочка. И небольшие сережки с эмалью голубого цвета. Маникюр у куклы в нюдовых оттенках. Я не скажу, что Евгения мой любимый персонаж. Но некоторые выпуски мне очень нравятся. И в этот раз саму куклу я бы не заказывала. Но вот ее аутфит мне очень нравится. А третьей вступительной куклой стала Поппи Паркер. Под названием Лайман Лолабей. Тип тела Поппи Паркер 1,5. Ножки с истопой под каблук. Скинтон и Эйтон. У куклы очень красиво уложены ее черные волосы. Мне очень нравятся такие прически с начесом. Волосы перехвачены желтой атласной лентой с небольшим бантиком. Броли темно-коричневые. Глаза карии смотрят в бок. Подведены они густым черным контуром. И бронзовыми, и коричневыми тенями. На губах ярко-розовая помада. На щечках видны малиновые румяна. Эта кукла в желтой короткой сорочке и в пышном желтом пеньюаре. На пеньюаре есть огромное количество валанов. Окантовка у этого наряда из белого кружева. На ножках желтый домашний сабот с белыми помпонами. И в кровать Поппи отправляется с белым плюшевым мишкой по имени Платон Паркер. На его шее желтая атласная ленточка. Украшения золотые и довольно скромные. Это кольцо и серьги-гвоздики с желтыми бриллиантами. Маникюр у Поппи под цвет помады ярко-розового оттенка. И вот эту куклу я бы заказывала. Потому что в ней сошлось все, что я люблю в куклах Integrity Toys. Я очень люблю линейку Поппи Паркер. Люблю их маленькие очаровательные стопы под каблук. Люблю кукол с темным скинтоном. Очень люблю прически с высоким начесом. И, конечно же, люблю кукол в нижнем белье. Стоимость каждой вступительной куклы была 160 долларов. И первой новостью года стала кукла Мисаки из линейки Ниппон под названием Лилак Мисаки. Дизайнером ее стал Марк Тинке. Эту линейку Integrity Toys выпускают для японского рынка. И традиционно в рассылке нет ни цены, ни тиража этой куклы. Это кукла с длинными сверлыми волосами пшеничного оттенка. Часть волос собрана в низкий хвост. Волосы завиты крупными волнами. Голову обрамляет тонкая коса, а лоб прикрыт завитой длинной челкой. Глаза у Мисаки зеленого цвета. Взгляд направлен вперед. Тени розовых и сиреневых оттенков. Помада и румяна тоже розовые. Одета Мисаки в короткое платье с валанами. Цвет валанов плавно переходит от розового к сиреневому. Стопы у куклы плоские. И обута она в сандалии бирюзового цвета. Со шнуровкой из атласных лент. Такая же лента с кулоном. Из красноватого камня в золотой оправе в виде сердца украшает ее шею. В ушках золотые серьги с белой эмалью в виде цветочков. Есть золотой широкий браслет и кольцо. В том же комплекте, что и сережки, то есть с такими же цветами. В ручках у Мисаки красивый золотой клач с узорами. Маникюр у нее розовый. Апрель порадовал нас новой серией базовых кукол. Напомню, что куклы в простых коробках и в упрощенных, очень скромных аутфитах. Их тираж может увеличиваться, то есть выпускаться не один раз, а несколько. И эти куклы предназначены для знакомства с разными линейками кукол Integrity Toys. И, конечно же, для творчества. И первая кукла это Наталья Фаталь из линейки Fashion Royalty под названием Bump Shell Beach. Тираж этой куклы 5000 штук. Скульпт Наталья 2.0, тип тела FR6.0, стопа под каблук, тон кожи Sun Kissed. Дизайнером ее выступил Джесси Айелло. И, по легенде, Наталья Фаталь приехала на отдых на свой любимый итальянский курорт. И для выхода к бассейну ее стилисты нашли для нее самый дорогой в мире купальник. Если честно, не так я себе представляю самый дорогой в мире дизайнерский купальник. Но не будем придираться. Он тоже очень симпатичный. Кроме купальника у куклы есть розовый сабо, солнечные очки в золотой отправе с оранжевыми стеклами, золотой браслет из крупных звеньев и сережки в виде золотых морских звезд. Волосы у куклы темно-пшеничного цвета, длинные с легкой волной и разделены они на прямой пробор. По традиции у Натальи очень вздернутые брови, не коричневого цвета. Макияж глаз выполнен в коричневых тонах, на губах красная приглушенная помада. Глаза у куклы синего цвета, маникюр перекликается с цветом помады. Стоила такая кукла 99 долларов для члена куба. Вторая кукла из линейки Метеор и зовут ее Амира Махид. Выпуск называется «В позе египтянки». Тираж ее 1500 штук, скульпт называется Амира, тип тела Метеор 1.0. Стопы под каблук. Скин-тон Light Honey, светло-медовый. И куклу эту создал дизайнер Вон Сойерс. И по легенде Амира снимается в рекламной кампании вечеринки в египетском стиле. Это кукла в белом бикини. На ножках у нее босоножки на танкетке из бежевой кожи. Спереди ремешки, украшенные разноцветными блестками. Из украшений есть только золотые серьги-кольца. У куклы интересный маникюр синего цвета. Макияж глаз выполнен в синих и золотых оттенках. На губах розовая помада. И ее черные длинные волосы заплетены в мелкие жгутики. Брови темно-коричневые. Эта кукла тоже стоила 99 долларов. И третья базовая кукла это Поппи Паркер. Называется она Island Time. Ее тираж 5000 штук. Тип тела Поппи Паркер 1.5. Ножки под каблук. Тон кожи рентгенский. Дизайнер Дэвид Батри. И по легенде Поппи Паркер завершила свое путешествие в Палм Спрингс. Помните ту серию прошлого года. И теперь она отправляется на остров, чтобы отдохнуть. Для отдыха она выбрала короткое платье Бюстье с ярким принтом и сабоны танкетки. На руке у нее лиловый браслет из серебра и голубой эмали. А в ушках маленькие сережки. Гвоздики тоже с голубой эмали. Волосы и брови у куклы черного цвета. Прическа довольно простая. Волосы с пробором на боку и лежат легкой волной. Скорее глаза смотрят в бок. И на верхнем веке черная стрелка. Стрелка слегка оттенена коричневыми тенями. На пухлых губках яркая клубничная помада. И в тон помаде маникюр и педикюр. Эта кукла была чуть дороже. Она стоила 110 долларов. Четвертая кукла это Эрин Салстон из линейки Нью Фейс. Кукла называлась Найт Аут. Тираж ее 5000 штук. Скульпт Эрин 2.0. Тип тела Нью Фейс 3.0. Стоп-ап под каблук. Скинтон Эфер Уайт. Дизайнер Джесси Айела. Это кукла с длинными волосами вишневого цвета. Собранными в высокий хвост. Брови коричневые. Эрин одета в черное мини-платье с пайетками. И с белым бантом рукавом на одной руке. В моей коллекции есть кукла из линейки Нью Фейс в таком же наряде, но в других цветах. Наверху оставлю ссылку на обзор этой куклы. Можете его посмотреть отдельно. Туфли у куклы из черной лакированной кожи. Из украшений есть сережки-гвоздики с бриллиантами. И макияж глаз довольно спокойный. С сиреневыми тенями. Очень красивая рисовка губ. Видны зубки. И глаза у куклы зеленые. Взгляд направлен в бок. Такая кукла тоже была чуть дороже. Стоила 110 долларов. В дополнение к Эрин вышел набор аксессуаров. Тираж этого набора 4000 штук. И цена 65 долларов. В набор вошли бант для платья. Черные колготки с блеском. Дополнительные ручки с длинными ногтями. Кончики ногтей украшены стразами. Пара ручек с длинными черными перчатками. Черные туфли с круглым носом на широком каблуке. Голубая вечерняя сумочка с бантиком. И украшения. Колье с бриллиантами. Заколка в виде банта. И серебряное кольцо в форме бабочки. Мне очень нравится идея с базовыми куклами. Это отличный способ познакомиться с какой-то линейкой или с каким-то персонажем. Если вы не уверены, зайдет ли он вам. Но из этих кукол в свою коллекцию я бы никого не заказывала. Не потому что они мне не нравятся. А просто потому что и эти линейки у меня есть. И персонажи мне знакомы. И в мае было еще больше интересного. Начнем мы с коллекции Метеор под названием Рококо. Которую разработал дизайнер Вон Сорец. И первая кукла коллекции Кики Адаис под названием Сервинг Кейк. Тираж 750 штук. Скульпт Кики. Тип тела Метеор 1.0. Стопу под каблук. И тон кожи Эйтон. Итак, дамы собрались на вечеринку в стиле Рококо. И Кики предстала перед нами в образе Марии Антуанетте. Она одета в розовый корсет с золотой вышивкой. В ярко-розовые микро-шорты. И розовую куртку с сиреневой подкладкой. Ткань куртки с узорами, то есть жаккартовая. И великолепные пышные рукава, украшенные валанами из сетки. На ножках у Кики белые сетчатые чулки и розовые ботильоны с атласными лентами вместо шнурков. Сумочка изображает кусок торта. Красный бархат с белым кремом. Маникюр у куклы розового цвета с золотыми акцентами. И есть, конечно же, и украшения. Это серьги в виде золотых колец с подтеками в центре буква М. Золотое кольцо с розовым камнем. И два браслета. Золотой с розовыми камнями. И розовый с белым жемчугом. Болосы у Кики огненно-рыжего цвета и заплетены в две французские косы. Соединены эти косы розовой атласной лентой. Брови темно-коричневые. Глаза зеленоватого оттенка и подведены розовыми и фиолетовыми тенями. Румяна красноватые, а на губах розовая атласная помада. Над губой есть мушка. Такая кукла стоила 175 долларов. Вторая кукла моя фаворитка. Это Няш Лаудер. Выпуск называется Succession. Тираж ее 750 штук. Скульпт Няша. Тип тела Meteor 1.0. Стопы под каблук. Тон кожи Dark Elton. На мой взгляд, ее образ больше напоминает Мари Антонетто. Но в описании нам сообщили, что она только что собралась на бал. И весь ее образ напоминает торт с кремом. У нее короткое платье корсетного типа, нежных цветов, нежно-розовые высокие сапоги, черные колготки в сетку и сумочка в форме пирожного макарона. Маникюр нежно-розовый. Из украшений. Чокер на шее из тюля и атласной ленты. Браслет из жемчуга с крупным медальоном. Два золотых кольца с камнями. И небольшие золотые серьги с жемчугом. Волосы няши длинные. В мелкую кудряшку. Цвет пряди от светло до темно-коричневых. Волосы приподняты на макушке, а сзади часть волос собрана в хвост. И закреплена двумя розовыми бантами. Брови темно-коричневые. Зеленые глаза, выделены розовыми тенями. Помада светло-розовая. И на щеках красноватые, румяна и мушка. Стоила она 175 долларов. Третья кукла на балу Талия Харпер. Называлась она Head Over Hills. Это выражение можно перевести как кувырком или как безумная влюбленность. Тираж куклы 750 штук. Скульпт Талия Харпер. Тип тела Метеор 1.0. Стопы под каблук. Тон кожи. Эффект black. Эта кукла тоже стоила 175 долларов. И Талия Харпер это новый персонаж в линейке Метеор. И эта кукла в жакете с широкими длинными полами фиолетового цвета. Ткань атласная с вышивкой. Рукава расширяются и украшены оборками из сетки. На спине сделана корсетная шнуровка из атласной ленты. Наряд дополняет фиолетовое боди и высокие металлизированные сапоги. Длинные волосы медного цвета собраны в хвост. А по пробору заплетена коса. Маникюр белого и голубого цвета. Из украшения есть только серьги в виде серебряных крестов с камнями. У этой куклы довольно странные брови. Они бледные и рыжего цвета, прорисованные редкие коричневые волоски. Розовые тени нанесены до самых бровей. Нижнее веко подведено голубыми тенями. Глаза голубые и как будто бы взгляд направлен вверх. Помада ярко-розовая. И четвертой гостьей на балу стала Амира Махид под названием Holding Court. Тираж 750 экземпляров, скульпт Амира Махид, тип тела Метеор 1.0, стопа под каблук. Тон кожи Sun Kissed. И вот эта кукла продавалась уже через лотерею и стоила она 165 долларов. Обычно Амира организует вечеринки, а не участвует в них. Но тема Рококо ей так понравилась, что она тоже решила принарядиться. Это кукла в платье салатового цвета, вверх в виде корсета с косточками молочного цвета и золотой вышивкой на центральной части. Короткая юбка уложена драпировкой круглой на специальный каркас в виде решетки. На ногах высокие салатовые сапоги со шнуровкой, а в руках сумка-веер с вышивкой. Маникюр белого и салатового цвета. На шее колье из золота и жемчуга с медальоном. Есть жемчужный браслет в том же стиле. Золотые серьги с подвесками из удлиненных жемчужин. И золотое крупное кольцо с жемчужами. Волосы шоколадного цвета собраны в высокую прическу. Кори глаза подведены коричневыми и зелеными тенями. На губах розовая помада. На щеках красноватый румянец и мушка под глазом. И на мой взгляд за весь год это была одна из красивейших коллекций. Я бы в свою коллекцию заказала Кикки в ярко-розовом и Няша в бледно-розовом. Сразу же нам показали коллекцию от Джейсона Ву. Это две куклы Поппи Паркер в образах из весенней коллекции его 2021 года. И первая кукла в желтом. Тираж ее 750 штук. Тип тела. Поппи Паркер 1,5. Ножки на плоской стопе и тонкой кожи 8 тонн. И кукла довольно необычная. Она с короткими волосами, сделанными из флока. На лице у нее веснушки. Необычный макияж глаз делает верхнее веко как будто бы немного припухшим. На губах нюдовый блеск. Образ состоит из желтого плаща, желтой юбки на резинке и синего топа. На ногах сандали с ярким принтом. Из украшений есть бусы из неровного жемчуга. И золотые серьги кольца с жемчужными подвесками. Продавалась эта кукла через лотерею по цене 175 долларов. А вторая кукла в розовом. Ее тираж 750 штук. Тип тела. Поппи Паркер 1,5. Ножки на плоской стопе. Тон кожи Japan. Эта кукла в ярко-розовом шифоновом платье. Тоже в сандаликах. И в соломенной шляпе. Украшения у нее практически такие же, как и у куклы в желтом. Волосы ярко-рыжие. Длинны и залиты тонкими локонами. Брови рыжие. Синие глаза подведены бежевыми и коричневыми тенями на лице веснушки. На губах нёдовый блеск. Эта кукла тоже продавалась через лотерею за 175 долларов. И в этой мини-коллекции мне очень понравилась кукла в желтом. У неё очень необычный макияж, веснушки и, конечно же, очень крутая прическа из флока. Июнь оказался довольно насыщенным. Сначала нам показали Misaki First Bite из линейки Ниппон. Дизайнер Марк Тинки. Я помню, что это куклы для японского рынка. Нет информации о тираже и о цене. И это кукла-вампирша в стиле эмо. Она одета в белое платье с оборками и с ремнём и подтяжками из чёрной кожи. На руках надеты чёрные битинки с оборками. И на ножках белые светчатые колготки. И ботильоны на платформе из чёрной лаковой кожи. Маникюр, конечно же, чёрный. Сумка похожа на клетку из чернённого серебра. И внутри яркая розовая прозрачная подкладка. Украшения её тоже сделаны из чернённого серебра. На голове ободок с шипами и розами. А на шее два объёмных колье. В ушках есть небольшие серёжки. Волосы розовые, длинные, прямые. Лоб прикрывает прямая густая чёлка. Глаза и помада розовые. А на губах видны клыки. В июне мы отмечали День гордости вместе с Integrity Toys. Дизайнерами праздничной коллекции аксессуаров стали Alain Tramble и Джесси Айала. Первый набор состоял из трёх шейных платков, трёх футболок, четырёх пар рук и трёх вееров. Стоимость этого набора была 75 долларов. А второй набор — это 8 пар обуви за 90 долларов. Туфли подходят для разных линеек кукол Integrity Toys. Оба табора мне на самом деле не приглянулись и показались какими-то очень простыми. И затем Джесси Айала представил новую коллекцию кукол из линейки New Face. Первая кукла новой коллекции — это Надя Раймес под названием Print It Pink. Кукла с тиражом 1200 штук на мир, скульпт Надя 2.0, тип тела New Face 3.0, стопа под каблук, тон кожи Sun Kisset. Кукла продавалась через лотерею и стоила 160 долларов. И эта кукла в костюме в бело-розовую клетку. Костюм состоит из стопа, мини-юбки и куртки. На ножках туфли Сабо, а в руках малюсенькая сумочка из розовой лаковой кожи и еще одна крупная сумка в стиле Диор. Юбка украшена лаковым ремнем и в комплекте есть очки белой оправе с розовыми стеклами. Украшение в виде геометрических фигур из серебра с белой розовой эмалью, это браслет, кольцо и серьги. У Нади великолепная копна волос, светлого оттенка и в мелкую кудряшку. Волосы эти собраны в высокий хвост. Глаза синий, взгляд прямой. Макияж довольно сдержанный как на глазах, так и на губах. Брови коричневые с прорисованными отдельными волосками. Вторая кукла Аюми Накамура под названием Naturely Cool. Эта кукла с тиражом 1200 штук на мир. Скульпт Аюми 3.0. Тип тела New Face 3.0. Две пары ножек, стопы под каблук и на плоской подошве. Тон кожи FR Black. Кукла продавалась через лотерею за 160 долларов. Этот образ Аюми подбирала специально для снимков папарацци. И надо признать, что отлично с этим справилась. Она в джинсовых микро-шортах, куртке и в коротком топе бежевого цвета. На ножках у нее бежевые носки и кожаные ботильоны. Есть и вторая пара обуви для ножек с прямой стопой. Это бежевые кеды. В комплекте есть поясная сумка из бежевой запши. У Аюми довольно длинные темно-коричневые волосы. Они зачесаны на бок. Коричневые брови красивой формы. Глаза кари с зеленым оттенком. Макияж очень легкий. Коричневые тени, растушеванные к вискам. Нюдовая глянцевая помада и легкий румянец. Маникюр кораллового цвета. Из аксессуаров у нее есть узкие прямоугольные очки с черными стеклами в белой оправе. Серьги в виде золотых палочек. И золотая толстая цепь. Часы и треугольное кольцо. И вышел сет с куклами-близняшками Лили и Иден Блэр. Выпуск назвали Poetic Interlude. Тираж 1200 штук на мир. Скульпт Лили и Иден. Тип тела New Face 3.0. Стопы под каблук. Тон кожи у этих кукол новый. Называется он Blush. Куклы продавались через лотерею. Стоимость набора 225 долларов. И сестрички собрались на весеннюю вечеринку. И для привлечения удачи они надели свои фамильные серьги с кисточками. Лилит в желтых атласных брюках и сложном удлиненном бежевом топе. На ножках ботильона с синими акцентами. Синие акценты поддерживает сумочка в форме сундучка и украшение. Это те самые серьги с кисточками голубого цвета и кольцо с голубым камнем. Волосы у него темно-коричневые, прямые, длинные, собраны в низкий хвост. И волосы перевязаны белой лентой. Иден в более романтичном образе. На ней легкое белое платье с лавандовым принтом. Сверху надет сиреневый жакет. На ножках у нее есть сиреневые колготки и такие же, как у Лилит, ботильоны, но уже с фиолетовыми акцентами. Сумочку она выбрала с деталями нежно-зеленого цвета. На руке у нее тоже есть кольцо, а вот серьги уже с белыми кисточками. Волосы у Ида на рыже. И прическа такая же, как у Лилит, но с длинной прямой челкой и тоже украшенной белой лентой. Макияж у обеих кукол спокойный, нюдовый, а цвет глаз у девочек очень красивый, зеленый, с синим подтоном. И из этой линейки больше всех мне понравилась Юми. На втором месте Надя, но мне не очень нравится аутфит. А вот близняшки оставили совсем равнодушные. В июле Integrity Toys предложили нам заказать аутфит от победителя конкурса дизайнеров. И победителем, кстати, стал парень по имени Джи Хан Чонг. И аутфит этот создан для кукол New Face. Тираж определялся количеством предзаказов и стоил 75 долларов. Состоит этот аутфит из широких волосатых черных брюк, черного пояса с длинной кисточкой, топа с оборочками и анималистичным принтом. Еще один топ из зеленой металлизированной парчи. Пара маленьких рукавчиков с оборками. И пара длинных рукавов с анималистичным принтом. Сережки-гвоздики. Кольца. Браслет-цепочка с подвесками из бисера. Кожаная сумочка. Набор ремешков для голеней. И босоножки из черной кожи на шпитке. Для меня это слишком экстравагантный набор. Хотя с точки зрения конкурса дизайна я могу понять этот выбор. И в принципе стиль кукол New Face он отличается такой смелостью. И возможно мне, как человеку, который вырос в эпоху гламура, этот стиль не очень близок. Еще в июле проходило офлайн мероприятие под названием Crate. Кукол этих по задумке можно было купить только на самом живом мероприятии. Но так было только в начале. А в августе нам предложили купить остатки уже онлайн. И первая кукла мероприятия Айша Каплан Нараяннан из линейки Fashion Royalty. Назвали этот выпуск Classically Surreal. Тираж куклы ограничен количеством мест на живом мероприятии, то есть 600 штук. Скульпт Айша тип тела FR6.0 стопы под каблук с кентон Сан Кисет стоила на 195 долларов. Айша в белом узком платье с имитацией голубого корсета с золотой вышивкой. И на руках у нее длинные золотые перчатки. На ножках у нее белые колготки в сетку и белые туфельки на золотой подошве. Темные волосы заповетены в сложную прическу с косами и украшена белой повязкой, которая мне напоминает зайчьи ушки. Сумочка у куклы из белой кожи с золотой форматурой и вышивкой. Украшения тоже золотые. Крупные серьги, два браслета и кольцо. Брови у куклы темные с резким изгибом. Синие глаза подведены золотыми и коричневыми тенями. Помада и маникюр нюдлые. Линейку Нью Фейс представил Тиаго Валенте под названием Миксит Медиа. Тираж 600 экземпляров. Скульп Тиаго. Тип тела Омм 1.5. Скинтон Лайт Хани. Цена 190 долларов. И это темноволосый кудрявый парень в очень ярком образе. Он в укороченной малиновой атласной рубашке и сливового цвета прямых брюках. Над брюками видна резинка малиновых трусов. Сверху надето сиреневое пальто из ткани с объемными розами. У Тиаго довольно много аксессуаров. Это темно-синие лаковые ботинки. Золотое кольцо с синим камнем. Две серьги. Браслет. И бусы из разноцветного бисера. Очки в розовой оправе. И зеленая пластиковая сумка. На ногтях сиреневый лак. В линейке Метеор вышла яркая Зури Акоти под названием Behind the Curtain. Тираж ее 600 штук. Скульпт Зури Акоти. Тип тела Метеор 1.0. Стопа под каблук. И скинтон Эйтон. Стоила она 190 долларов. И это кукла с длинными черными волосами, заплетенными в высокую косу. И из ее одежды можно собрать разные образы. Это топ, короткая юбка и узкие брюки из ткани с принтом граффити. И синее платье-накидка из атласа и с черной подкладкой. Дополняет образ босоножки синего цвета с шипами. Сумочка в виде баллончика с краской. Длинные серебряные серьги. Кольцо с синей эмалью и широкий серебряный браслет. Брови у Зури черные. А макияж выполнен в фиолетовых оттенках. Коппи Паркер в этой коллекции называлась Сильвер Клауд. Тираж 600 штук. Ножки на плоской стопе. Скинтон Джапа. Коппи получилась чуть дешевле. 180 долларов. Это блондинка с короткими волосами. Зачесанными назад. Одета она в серебряную водолазку. Черную мини-юбку с ремнем. Черные блестящие колготки. И очаровательную белую шубку. Образ дополняет сумка в виде серебряной папки. Черные ботильоны с серебряными носками и задниками. Крупные серебряные серьги с черными камнями. Черные круглые солнечные очки. Три серебряных браслета с маленькими черными камнями. И два кольца. Маникюр у Поппи черный. И последней куклой стала Бинна Парк под названием Modern Renaissance. Тираж 600 штук на мир. Скульпт Бинна или Аюми 2.0. И это новый персонаж в линейке Fashion Royalty. Тип тела FR6.0. Стопа под каблук. Скинтон Джапан. Цена 195 долларов. Это платиновая блондинка. Волосы ее собраны в высокую вечернюю прическу. Брови коричневые, но довольно светлые. И с отдельно прорисованными волосками. Кореи глаза подведены желто-коричневыми тенями. Помады и маникюр нюдовые. Бинна в вечернем черном платье в пол. И на груди драпировкой закреплена длинная голубая накидка. У куклы очень интересный аксессуар. Это очаровательные черные туфельки с золотыми носочками. Украшения на руки и на шею сделаны в виде золотых лент. Есть брошка с жемчужиной и небольшие золотые серьги. И у Бинны есть дополнительная пара рук. И кончики пальцев как будто бы окунули в золото. И если честно, мне кажется, что для живого мероприятия это как-то слабовато. Да, куклы неплохи, каждая в отдельности. Но их сложно воспринимать как коллекцию. Потому что ничего общего в этих куклах нет. Но плюс в том, что показали нового персонажа. Через несколько дней после этого мероприятия остатки кукол можно было купить через лотерею. И чуть позже показали еще одну версию куклы Бинна Парк, но уже в других цветах. Ее уже мог заказать любой член W-клаба. Тираж ее определялся количеством предзаказов. И цена была 180 долларов. И это такая же кукла, но не в голубом, а в розовом. И с блондинки она превратилась в шатенку. Макияж ее стал ярче, а золото заменили на серебро, включая и те самые сменные ручки. И последним июльским событием стала первая клубная кукла. Ею стал шикарный набор Поппи Паркер под названием Suited for Travel. Она на теле Поппи Паркер 1,5 с ножками под каблук. Скинтон венгерский. Тираж по количеству предзаказов. И цена 165 долларов. И начнем с самой куклы. Это блондинка с густой копной волос. Волосы закручены на концах, а лоб прикрывает густая челка. Глаза у Поппи карии и верхнее веко подведено толстой стрелкой. Губы и маникюр у куклы нюдовые. И перейдем к одежде. Во-первых, это голубой костюм из юбки и жакета. Под жакетом боди с цветочным принтом. Но юбку-карандаш можно заменить на юбку солнца из такой же ткани, что и топ. И эти образы можно дополнять разными аксессуарами. Это дорожный круглый саквояж голубого цвета. Подкладка сделана из той же ткани, что и боди. Небольшой клатч с голубой крышкой и основой цветочек. Голубые туфли-лодочки. Сменные ручки с короткими белыми перчатками. И два набора украшений из колье, браслета и сережек. Один серебряный с голубыми камнями, а второй из белого жемчуга. Дизайнером этой куклы стал Дэвид Баттри. И Поппи Паркер пригласили на фестиваль Summer Bloom. Но на следующий день у нее фотосессия в Нью-Йорке. Поэтому она собрала такой набор одежды и аксессуаров, которые можно компоновать по-разному и создавать разные образы. Эта кукла мне очень понравилась. И мне жаль, что ее я не заказывала. Мне очень нравятся наборы от Integrity Toys, когда можно создавать разные образы. И здесь набор еще и такой красивый. Итак, август. И начнем мы с куколки из коллекции Nippon Night Shade Misaki. Дизайнер Марк Тинке. Это готическая девочка со светлыми волосами, короткими. Макияж глаз выполнен в ярко-розовых оттенках. И сами глаза голубые. Очень странные призрачные брови серого цвета. Их практически не видно. Помада и маникюр черный. Одетыми саке в кружевную сиреневую блузку с потрясающими рукавами. И в шортики с корсетом фиолетового цвета. Образ этот дополняют сиреневые чулки, высокие сапоги из черного кружева. И большая черная шляпа. Есть черный ремень на поясе. Маленький черный клач с узорами. Длинные серьги с розами и розовыми камнями. Брошка с камеей и два кольца. Я не фанат куклы Misaki, но надо признать, что образ у этой куклы очень завораживающий. И в августе нам раскрыли тему конвенции этого года. И тема «Семь смертных грехов». Сама конвенция пройдет осенью, а пока нас заинтриговали первой куклой из этой коллекции. И ею стала Тулабель Тру под названием Sweet Temptation, сладкое искушение. И автор этой красоты Марк Тинке. Кукла на теле Тру или в Индустрии 1.0. Молт Тулабель 2.0. Ножки на плоской стопе. Skin Tone Japan. Тираж определялся количеством предзаказов. Цена 165 долларов. И Тулабель изображает Еву, которая призывает нас поддаться искушению. И волосы у нее длинные, пшеничного цвета, заплетены в высокую косу. И сразу скажу про самое очаровательное, что есть в этой кукле. Коса украшена множеством золотых бабочек. И это выглядит очень необычно и очень красиво. Одета она в короткий топ и юбку нежно-розового цвета с золотой вышивкой. И здесь снова отсылки к весенней коллекции Rokoko. Они появляются у нас на протяжении всего года. Сверху надето короткое пальто с меховым воротником. И весь этот образ завершают довольно грубого вида, но все равно нежно-розового цвета ботинки. И сумочка у Евы из змеиной кожи. Конечно же мы знали, что Ева отомстит змею за изгнание из райского сада. И вот сделала из него сумочку. Наверное, она смотрит через розовые очки в коричневой оправе. Бабочка есть и на пальчике куклы в виде кольца. Золотое колье выполнено в форме воротничка, а на руке есть браслет с подвесками. И одна из подвесок это яблоко. И в ушках небольшие сережки. Макияж у куклы в розовых цветах, а маникюр в двух цветах. Один розовый, второй золотисто-желтого цвета. И мне очень понравилась эта кукла. Она нежная, воздушная и самое главное интересная. И изначально, когда я увидела только Ему, пока не вышла вся коллекция конвенции, мне было довольно сложно увидеть образ Емы в ней. Но в итоге, когда вышли все куклы конвенции, я посмотрела целиком на всю коллекцию, то образ сложился, и эта кукла действительно начала у меня ассоциироваться с Евой. А в предпоследний день лета нас порадовали новые коллекции Ист-59 от дизайнера Криса Стокеля. В этой коллекции появились пять новых кукол. И по легенде, все они рекламируют ювелирные украшения. И первая леди Аурелия Грей под названием Enchanting in Amethyst. Скульпта Аурелия, тип тела Ист-5910, скинтон FR Black, тираж 750 штук. Такая дама стоила 160 долларов. И, как мы понимаем из названия, рекламирует она украшения с имитистами. Давайте посмотрим на ее образ. Аурелия в платье с фиолетовыми атласным лифом и белой парчевой юбкой с фиолетовыми и золотыми цветами. Сверху наброшена коричневая меховая накидка. На руках у нее короткие фиолетовые перчатки. Есть аккуратная фиолетовая сумочка с цепочкой. И фиолетовые туфли с золотыми брошками с имитистами. Волосы коричневого цвета заплетены в косу и собраны в высокую прическу. Брови коричневые, на глазах фиолетовые тени. Помады и маникюры куклы вишневого цвета. На щеках довольно яркие, красноватого цвета румяна. А рекламирует она золотое массивное колье и серьги с имитистами. Второй стала Виктория Ру под названием Love Note of Gold. Молд Виктория 2.0, тип тела из 59.1.0. Скинтон ФР Уайт. Тираж ее 750 штук на мир и стоимость 160 долларов. Виктория в красивом строгом платье в черно-белую клетку. Сверху платья есть накидка из такой же ткани. На руках у нее длинные черные перчатки. Туфельки из сумка и из черной кожи. Светлые волосы собраны в высокую прическу и украшены черной кожаной повязкой. Зеленые глаза обравляют коричневые тени. Брови тоже коричневые, довольно темные. Помады и маникюр красного цвета. И Виктория рекламирует браслет и серьги из золота. Третья кукла это Королин Куан под названием Dream in Aquamarine. Молд Каролин, тип тела из 5910, скинтон Джапан, тираж 750 штук на мир и стоимость 160 долларов. И Каролин в комбинезоне и жакете ментолового цвета в азиатском стиле. Маникюр, педикюр и помада у нее красные. Коричневые волосы собраны в элегантную прическу. Синие глаза подведены коричневыми тенями до самых бровей. В ее образе много золота. Это и декор жакета, и клатч, и туфли. И даже манштук у нее из золота и украшен аквамаринами. И рекламирует она массивные золотые серьги с камнями. Есть в этой коллекции парень. Зовут его Лейерт Дрейк. Называется Right Time of Night. Скульпт Лейерт, тип тела ОМ 1,5, скинтон ФР Уайт, тираж 750 штук на мир и цена 160 долларов. И первая мысль, которая возникает у меня при виде этого парня, что это базовая комплектация. Это голубоглазый парень с пшеничными волосами, зачесными назад. Он в классическом костюме черного цвета, в белой рубашке и в белой бабочке. На ногах у него белые носочки и классические черные туфли. В петличке белая бутоньерка. А из украшений ему достались только часы на кожаном ремешке. Все предыдущие куклы продавались через дилеров, а вот пятая стала лотерейной. И это Констанс Мэтсон под названием Twin Light in Blue Tapas. Скульпт Констанс, тип тела из 5910, скинтон ФР Уайт, тираж 750 штук на мир и цена 150 долларов. И по сравнению с остальными Констанс выглядит очень богато. Она в платье-конструкторе, в котором можно менять юбки. Платье из черной ткани с зелено-голубыми цветами. Черные волосы собраны в хвост и закреплены косой. Брови у куклы черные, голубые глаза подведены серыми тенями. Помада и маникюр красные. Есть очень длинные черные перчатки и черный лаковый клатч. И рекламирует Констанс коллекцию с топазами. Золотые брошки с топазами украшают ее черные туфли. А на шее крупные золотые колье с камнями. И в ушах тяжелые массивные серьги. Вообще, стилистика коллекции из 59 мне очень нравится. Я люблю моду 50-х, 60-х годов. И из этих кукол мне понравилась Виктория и Каролин. Но не скажу, что понравились настолько, чтобы я их заказывала. И следующая коллекция появилась в октябре. И на мой взгляд она прекрасна. Это черно-белая коллекция, созданная дизайнером Дэвидом Батри. И по легенде куклы собрались лететь из Нью-Йорка в Лондон на открытие инсталляции художника-авангардиста, посвященный оптическим иллюзиям. Первая Poppy Parker Checkmates. Тираж 1500 штук на мир. Стоимость 165 долларов. Продавалась она через дилеров. У куклы две пары ножек на плоской стопе и под каблук. Skin Don't F.R.Y. И это шикарная блондинка с большими серыми глазами. Надета в короткое прямое платье. Кепку из такой же ткани. Черные колготки и ботильоны. Использована черно-белая ткань с узором гусиная лапка. Глаза у Poppy с тенями серого цвета. Нанесены они без растушевки к вискам. Губы по цвету сливаются с кожей. На ногтях белый лак с черными кончиками. Сумка черно-белая, а на руках длинные черные перчатки. Образ дополняют геометричные черные очки. Крупный браслет с белой вставкой. И небольшие круглые серьги и кольцо. Вторая кукла Poppy Parker Travel Talks. Тираж 1500 штук на мир. 165 долларов. Продавалась через лотерею. У нее тоже две пары ножек под каблук и на плоской стопе. Skin Tone F.R. White. Вторая Poppy уже с красными волосами. Она в черно-белом платье с карманами и в белых сетчатых колготках. Сапожки с белыми туфельками и черным голенищем. И в шляпке клош. Образ дополняют короткие черно-белые перчатки и небольшая полосатая сумочка. И также есть крупный саквояж с широкими полосами. Белые очки, круглые серьги и кольцо. И у этой Poppy сиреневые глаза и тени уже растушеванных виска. Помада нюдовая. Третья кукла Jolly James под названием Op Art Opening. Тираж 1500 штук на мир. Продажи через дилеров. Скульпт называется Jolly или Nadia 1.0. В комплекте две пары ножек под каблук и на плоской стопе. Skin Tone A Tone. И кукла в гипнотизирующем комбинезоне с вырезами по бокам. Сверху накинута меховая накидка. А в ручках маленькая черно-белая сумочка. Образ дополняют очки в белой оправе. Красивое пластиковое трехъярусное колье. Белые серьги кольца. Трень браслета и кольцо. Маникюр у куклы белый. Туфельки у нее черные с белыми ремешками. Волосы у Jolly тоже черные. И собраны в высокий хвост. Лоб прикрывает длинная прямая челка. Глаза голубые. Тени не яркие, но нанесены довольно масштабно. Помада естественная, но с красным оттенком. И четвертая кукла это Ginger Gilroy под названием Chain Reaction. Тираж 1500 штук на мир продавалась через лотерею за 175 долларов. Скульпт Ginger Skin Tone Japan. В комплекте две пары ножек. У Ginger короткие ярко-рыжие волосы и брови. И она одета в короткое платье белого цвета с черными кругами. И на ножках у нее сапожки с черными голенищами и белым носочком. И сумка это переплетенные черные ремешки. Второй ее наряд более авангардный. Это полосатая водолазка и леггинсы из такой же ткани. Сверху надевается белая юбка с лямками. А на голову можно надеть капюшон из такой же ткани, что и водолазка. На ножках у нее белые ботильоны. И самая необычная часть ее наряда это круглое пальто с окантовкой из черного меха. Образ этот можно дополнить украшениями из черного и белого пластика. Круглые очки, длинные трехъярусные серьги, браслет и три кольца. Глаза у куклы синие, тени серовато-коричневые с круглой растушевкой, помада розовая. Мне очень понравилась эта коллекция и за год она, наверное, одна из моих самых любимых. И особенно мне жаль, что я упустила копию «Блондинку» и «Джинджер». Ноябрь начался со второй клубной куклы. Ею стал гифт-сет с Надей Реймс из линейки «Ньюфейс». И назывался этот выпуск «Я трейдиваю в МИИ». Тираж определялся количеством предзаказов, стоимость 199 долларов. Молд «Надя 2.0», тип тела «Ньюфейс 3.0», у куклы две пары ножек «Аскентон Дарк Эйтон». Куклу эта создала для нас Джейси Айела. И по легенде, международная топ-модель и знаменитая богатая девушка Надя Реймс любит делиться каждой секундой своей жизни со своими поклонниками. А многочисленные спонсоры счастливы присылать ей вещи для примерки и для обзора. Это кукла с длинными волнистыми волосами шоколадного цвета. Карие глаза подведены серыми тенями, а на губах бордовая помада. В кубке у этой куклы есть пирсинг. И у куклы несколько предметов одежды. Черный набор состоит из стопа в виде банта, кожаной куртки и длинной юбки. А красный комплект — это белье и длинное узкое платье. У Нади много аксессуаров. Это две сумки, черная и прозрачная, два серебряных пояса, две пары очков, черные и красные, три серебряных браслета, серебряные серьги в виде капель и серебряное кольцо. Есть черные лаковые сапоги и простые красные сабо на маленьком каблучке. И в дополнение к кукле можно было купить кольцевую лампу за 85 долларов. Интересно, что она на самом деле может светиться. В комплекте с ней есть телефон, который крепится на держатель, сумка-переноска и прозрачная скамейка с подушечкой. Очень интересный аксессуар, но, если честно, моя человеческая кольцевая лампа стоит дешевле. Что касается куклы, то, конечно, меня всегда радуют гифсеты. Это интереснее, чем просто кукла, которая в одном образе или которую вы просто поставите на полку. Гифсет подталкивает вас играть с куклой. Но если брать конкретно эту Надю, то она, безусловно, очень красивая, но образы ее не в моем вкусе. И вот мы добрались до конвенции. Тема ее семь смертных грехов, и все куклы этой коллекции продавались через лотерею. Делла Ру из коллекции Ист-59 от дизайнера Криса Стокеля олицетворяет вожделение. Кукла с тиражом в 600 штук на мир продавалась через лотерею за 165 долларов. Скульпт ее Виктория 2.0 или Делла. Тип тела Ист-59.1.0, стопа под каблук, скинтон FR Black. Это кукла с недлинными черными волосами, очень красиво уложенными. У нее черные брови с сильным изгибом, карие глаза, подведены красноватыми тенями. Помада румяный маникюр красный. Делла в белье мятного цвета с черным кружевом, и сверху наброшен кружевный халатик. На ножках у нее черные чулки на подвязках и домашние туфельки из черного атласа с голубыми помпонами. И из украшения у куклы серебряный браслет и крупные серьги с голубыми камнями и жемчугом. И есть еще серебряный мундштук с голубыми камнями. В образе Лени предстает Паоло Марина из коллекции Монар Ом. Тираж 500 штук, тип тела Ом 1,5, молд Паоло, скинтон Бенгетский. Стоимость 175 долларов. Дизайнер Вон Сойерс одел его в шелковую пижаму в японском стиле. Светлые волосы собраны в пучок. Волосы на висках сделаны из флока с сединой. На лице видна щетина. Возлежит Паоло на куске коричневого меха. Выпивает коньяк из фужера. И в комплекте есть еще домашние коричневые макосины. Золотая цепь на шее. И два золотых кольца. Копи Паркер в образе зеленой зависти продавалась через лотерею за 165 долларов. Тираж ее 1000 штук. Стопа под каблук. А скинтон ФР Блэк. И создал эту завистливую красотку Дэвид Батри. У куклы черные волосы собраны в высокую прическу, а брови коричневые. Зеленые глаза, подведенные с зелеными тенями. Помада и маникюр малиновый. Копи в коротком зеленом платье Бюстье. Сверху надето прелестное зеленое пальто с вышивкой бисером. Образ дополняет туфли на широком каблуке с завязками. Длинные зеленые перчатки. И небольшая сумочка на цепочке. Украшения у куклы золотые с зелеными камнями. Это браслет, кольцо и крупные серьги. И есть еще очки в золотой оправе с зелеными стеклами. Копи партнер в образе жадности. Называется All For Me. И она явно не любит покупки. Тираж ее 1000 штук. Стоимость 165 долларов. Стопа у этой попи под каблук. Скинтон ФР Уайт. И эту куклу создал Дэвид Батри. Это блондинка. Ее волосы собраны в хвост. И подвязаны розовой лентой. Лоб прикрывает длинная прямая челка. Надо признать, что Integrity Toys в этом году прям какая-то мода на эти челки. Глаза у куклы серые. А макияж и маникюр выполнены в розовых тонах. Над губой есть родинка. Одета кукла в бледно-розовое бюстье. И костюм из розовой парчи. Мини-юбка и жакет. Воротник украшен розовым мехом. У Поппи есть розовая стеганая сумочка на цепочке. Розовые очки. А на ножках розовые босоножки на платформе. Украшения сделаны из серебра и украшены розовыми камнями. Это трехъярусное колье. Три тонких браслета. Один широкий. Кольцо и серьги. А покупки Поппи лежат в трех больших бумажных пакетах. За гнев отвечает Эрин Салстон из коллекции Нью Фейс. Тираж 1000 штук на мир. Молд Эрин 2.0. Тип тела Нью Фейс 3.0. Стопы под каблук. Скинтон Блэш. Дизайнер Джесси Айелло. Стоила такая кукла 175 долларов. У куклы длинные прямые розовые волосы. Лоб прикрывает челка. Брови и глаза у нее коричневые. Тени тоже в коричневых оттенках. И растушеваны к виску. Губы и ногти красные. Она в красной водолазке и коротком платье-бюстье в клетку. И лифт украшен серебряными цепочками с крестами и замками. На ножках у нее красные колготки в сетку и массивные туфли на платформе. Сверху надет необычный черный плащ. Вместо сумочки у нее в руках как будто бумажный сверток с какими-то забавными каракулями. Украшения довольно необычные. Это два браслета с шипами, три брошки-пуговки с разноцветной эмалью, два кольца и две разные сережки. Одна в форме булавки, а другая в виде пламени. Изабелла Алвес из коллекции Fashion Royalty от дизайнера Джесси Айела олицетворяет гордыню. Кукла вышла чаражом тысячу штук на мир и продавалась за 180 долларов. Молт Изабелла, тип тела FR6-0, стопы под каблук, скинтон, дэрк эйтон. У куклы длинные темные волосы. Они собраны в сложную прическу с косами и на лбу прорисованные волоски. Брови темно-коричневые. Глаза подведены серебристыми и коричневыми тенями. Помада кораллового цвета. Кстати, помада и пудра в сиреневых футлярах идут в комплекте с куклой. Как и зеркало на цепочке вместо сумки. Одета она в топ и длинную юбку из ткани, расшитой серебряными пайетками. Лак у Изабеллы тоже серебряный. На ножках у нее серебряные босоножки с тонкими ремешками. А для хранения косметики есть прозрачный кейс. Украшения серебряные с сиреневыми камнями. Это серьги, кольцо и браслеты в виде змей. И осталось самое любопытное – это чревоугодие. Выразили его Integrity Toys довольно странно. И перед нами Даня Зар из линейки Fashion Royalty. Дизайнер Джесси Айелло. Скульпт куклы Даня, тип тела FR6-0, скитон Japan. Тираж тысячи штук на мир. И Integrity Toys не стали показывать нам поедающие тортики Даню. А они сделали ее ведущие кулинарного шоу. Если честно, я немного разочарована. Но кукла все равно красивая. Это блондинка с высокой прической. Брови у нее темно-коричневые. И да, это не перестает меня смущать. Зеленые глаза с черной подводкой и серыми тенями. Помада персикового цвета. На Даней платье Construct. Это узкое платье Бюстье. Объемная юбка, которую можно надеть сверху. И длинный шлейф. Все сделано из темной черной ткани с серым принтом. И юбки, я так понимаю, должны скрыть последствия активной дегустации на этом кулинарном шоу. Образ заполняют серые туфли с черными бантиками. Персиковый клатч и длинные персиковые перчатки. На шее у нее есть широкая черная лента. А украшение из серебра это браслет с камнями, серьги, брошь в виде цветка и кольцо в виде паука. Напомню, что восьмой куклой коллекции была Ева. Так вот, из всех восьми кукол больше всего мне понравилась Ева, Зависть и Жадность. Хотя, конечно, понравилась вся коллекция. Это определенно была очень интересная тема. И это еще не все, потому что в дополнение вышло 4 набора с одеждой и аксессуарами. Все наборы продавались через лотерею. Это набор из семи пар обуви и дополнительной ножки под каблук для Поппи Паркер со скинтоном Japan за 90 долларов. Тираж всего 300 комплектов. В этом наборе мне нравятся зеленые туфельки и красные. Дизайнер Дэвид Батри. Набор одежды и аксессуаров для Поппи Паркер под названием Devilish Fashion Pack за 75 долларов. Это очень красивый набор. Он состоит из блестящего короткого красного платья. Сверху называется короткая накидка красного цвета с рядами обора костюля. Есть и красные трусики. Наряд дополнительный небольшая красная сумочка, туфли-лодочки из красной металлизированной кожи, очки в красной оправе и много украшений из золота с красными камнями. Это колье, серьги, браслет и кольцо. И есть еще кольцо с белым жемчугом. Тираж этого набора 500 штук на мир дизайнер Дэвид Батри. Еще один набор из 7 пар обуви и ножек на плоской стопе в оттенке Джапан вышел для кукол Fashion Royalty. Стоимость его 90 долларов, а дизайнер Джесси Айелло. Тираж 300 штук. И в этом наборе мне нравятся 3 пары. Это розовые, голубые и красные. И был набор одежды для кукол Fashion Royalty за 75 долларов и с тиражом 500 штук. Набор состоит из черного нижнего белья, бледно-зеленой юбки с черными завязками, черных чулок и соломенной шляпы. Суфли черные с зелеными змеями на каблуках. И очень красивая черная сумка, наполненная цветами и фруктами из райского сада. И поддерживают эту тему золотые украшения. Это две подвески в виде винограда, которые можно повесить на сумку, например. Два браслета, серьги и кольцо в виде пчелы. Этот набор мне тоже очень понравился. А еще в ноябре вышла еще одна куколка из коллекции Nippon Frills and Kills Misaki. Это кукла с длинными фиолетовыми волнистыми волосами. Волосы собраны в два хвоста. Глаза и тени в сиреневых оттенках, а помада и лак малиновые. Она в черном платье с обилием белых оборок. На ногах белые кружевные гольфы с черными бантиками и массивные черные ботинки. Есть маленькая фиолетовая сумочка со шнуровкой, два браслета из серьги, из черного серебра и брошка в виде фиолетового цветка из ткани. Декабрь начался с коллекции Fashion Royalty Moments от дизайнера Джесси Айелла. Эта коллекция состоит из трех кукол и продавались они через лотерею. Это не совсем новые выпуски, это перевыпуски кукол прошлых лет в новой интерпретации. Первой стала Little Vintage Ensemble Вероника Перин, тираж 1200 штук на мир, скульпт Вероника 1.0, то есть старенький. Тип тела FR 6.0, стопы под каблук на 170 долларов. Скинтон у куклы Блэш. Прототип этой куклы назывался Little Day Ensemble. И выходила кукла в розовом в 2020 году. Новая версия стала брюнеткой. Волосы с крупной волной собраны в высокий хвост. Брови темно-коричневые с градиентом. Глаза карие и подведены широким черным контуром. Пухлые губы накрашены красной помадой. Вероника в шерстяном коричневом костюме с бахромой, состоящем из жакета и юбки-карандаша. Блузка ментового цвета с открытой спиной и огромным бантом. На плече у нее висит коричневая сумка на цепочке, туфли коричневые с золотой окантовкой. В комплекте с ней есть короткие перчатки коричневого цвета и очки в золотой оправе. Из украшений есть золотые серьги и золотое кольцо с зеленым камнем. Маникюр у нее в цвет помады красный. Мне нравилась и версия 2020 года, и эта версия мне тоже нравится. Видимо, буду ждать третьего перевыпуска. Вторая кукла Pink Glam Adel Makeda, тираж 1200 штук, скульпт Adel 2.0, тип тела FR 6.0, стопы под каблук. Скиндон FR Black стоила 150 долларов. В этом образе в 2020 году мы видели другого персонажа. Это была Майами Глам Ксения. И платье у Ксении тогда было бежевое. Адель же примерила это платье в розовом цвете. Наряд дополняет небольшая сумочка и босоножки такого же розового цвета. Украшения теперь серебряные, а не золотые. Это браслет, кольцо и крупные серьги с подвесками. Адель брюнетка с длинными прямыми волосами. Брови темные с градиентом. И тени сизого оттенка и сильно растушеваны к рискам. Помада и лак на ногтях красноватого оттенка, на ногтях сделан французский маникюр. Это платье запомнилось мне в 2020 году, но не думаю, что оно настолько интересное, чтобы его повторять. А вот сама Адель, конечно, как всегда красотка. И третий это Сенсейшн Суаре Агнес фон Вайс. Тираж 1200 штук. Скульпт Агнес, тип тела FR 6.0, стопы под каблук и скинтон Джепен. Цена 170 долларов. На конвенции 2020 года Агнес была в этом наряде в черных цветах. И я даже не могу сравнивать этих кукол, потому что тот образ был просто идеален. Теперь же Агнес с рыжими волосами. Платье ее стало салатового цвета, а меховая накидка розовый. Голову прикрывает маленькая зеленая шляпка с пером. На руках длинные розовые перчатки, а на ногах белые колготки в сетку и зеленые туфли. Есть небольшой золотой клатч и золотые украшения. Крупное колье с камнями, серьги, браслет и брошь. Глаза у куклы синие. Верхнее веко подведено черной стрелкой. Губы и маникюр красные. И, наверное, если бы я видела эту куклу впервые, мне бы понравилось. Но из-за того, что эта переделка одной из моих самых любимых выпусков кукол, Integrity Toys, я не могу смотреть на непредвиде это. И в декабре появилась третья клубная кукла. Ее стал гифсет с Поппи Паркер. Тираж этой куклы определялся количеством предзаказов. Называется она Wayne in Paris Skin Tone 3. У куклы две пары ножек. И стоила она 175 долларов дизайнер Дэвид Патри. Итак, Поппи Патри возвращается в город света, но на этот раз для рекламной кампании Noir Cosmetics, чтобы представить новую линейку Wayne in Paris. И, чувствуя легкость и беззаботность по дороге на фотосессию, Поппи схватила свой любимый тренч в горошек, что, конечно же, привело ее на страницы всех ведущих модных журналов. И когда она добралась, наконец, до студии, было много споров по поводу платья, которое она наденет для рекламы. Но вскоре все согласились, что друг Поппи, месье Миньон, ее личный кутюрье, справится с этим заданием лучше всех. И начнем с самой куклы. У нее коричневые недлинные волосы, собраны в высокий хвост, концы подкручены, и по бокам лоб обрамляет челка, зачесанная на бок. Брови у нее коричневые, зеленые глаза смотрят прямо и слегка подведены коричневыми тенями. Губы нежно-розового цвета. И первый образ состоит из пышного черного платья с блестками и с широким атласным поясом. На руках длинные черные перчатки. На плечи наброшен атласный шарфик, а на ножках тканевые черные лодочки. Второй образ состоит из черной водолазки, черных укороченных брючек и плащах цветной горох. И дополнен на этот образ сумочкой-кошельком и с такой же тканью горох. Черными лаковыми туфельками на низком кублоке и большими черными очками. В комплекте с ней есть несколько украшений. Это золотые серьги, серьги-гвоздики с черными камнями, кольцо, браслет и брошь из золота с черными камнями. И, конечно же, есть в комплекте косметика, которую Поппи Паркер рекламирует. Это помада, духи и пудра в стильных черных футлях. Мне нравится этот набор, хотя сама кукла показалась простоватой, но вот комплект одежды и аксессуаров очень интересный. А еще мне понравился ее макияж. В январе проходили Dolly Days, и для начала нам показали парочку охотников на вампиров. Кукол этих Integrity Toys выпустила совместно с бренном Cold Carbon и ее дизайнером. К сожалению, я не знаю, как произносится ее фамилия. Это дизайнер из Хорватии, и она делает очень интересные готические образы для кукол. И для Integrity Марина выпустила кукол тоже в смешанно готическо-ковбойском стиле. Bellamy Blue вышел тиражом 1200 штук на мир и назывался After Dark. Тип тела OM 1.5, Skin Tone Japan. Цена 175 долларов. Bellamy с длинными рыжими волосами, собранными в хвост, волосы волнистые, и более мелкие завитки передних локонов обрамляют его лицо. Брови у него рыжие, а на носу есть веснушки. На кистях есть небольшие татуировки. Одет он в яркую рубашку с цветами и темные джинсы. Сверху надет плащ из черного атласа на красной подкладке. На голове большая черная шляпа, а на ногах ковбойские ботинки. На поясе есть ремень с крупной пряжкой и кобура с револьвером. Аксессуары это красные круглые очки, цепь с крестом, два серебряных перстня и сигарета. В носу есть серьга. Jordan Duval вышла с таким же тиражом 1200 штук. Называлась она All Guns Blazing. Mold Jordan Duval. Тип тела FR 6.0. С ножкой на плоской стопе. Скинтон FR Black. Стоимость 199 долларов. Jordan длинные волосы медного оттенка. И заплетены они в две косы. Глаза подведены серыми тенями. На губах помада розового оттенка, на щечках красный и румяна. Одет она в темно-синюю ковбойскую рубашку и темные джинсы. Сверху надет длинный темный плащ с красной подкладкой. На голове есть черная шляпа, а на ногах ковбойские ботинки. С вампирами она борется с помощью двух револьверов, которые носит на ногах в кожаном кобуре и какие-то тайные вещицы, видимо, хранит в кожаном саквояже. У Джордана есть узкие красные очки, серьги с крестами и пара рук с черными митингами. Оба персонажа продавались через лотерею. Интересные идеи, интересные образы, но в свою коллекцию я бы их брать не стала, так как они все-таки для полки, не для игры. И, конечно, они бы очень круто смотрелись с вампирской коллекцией, которая когда-то давно выпускалась у Интегрити. И нам обещают, что в этой коллекции будет еще две куклы. Nolly Days порадовали нас еще одной коллекцией из 59 из четырех ретро-кукол. У меня лично по ощущениям, как будто бы в этом году коллекции из 59 было достаточно много. Coraline Kwan под названием Stroll in the Woods вышла тиражом 600 штук и продавалась через дилеров по цене 160 долларов. Молд Coraline тип тела из 59.1.0 с двумя парами ножек. Skin Tone Blash. И по легенде, вся компания собралась прогуляться в лесу. Она в красной водолазке, клетчатых брюках с завышенной талией и в синей курточке. На голове красный капор. Образ дополняют короткие красные перчатки, красные балетки и большой чемодан. На талии узкий красный ремешок и в ушках небольшие золотые серьги. Волосы у Coraline Raije, недлинные, собраны в высокий хвост, кончики завиты. Прядь на лбу уложена крупным завитком. Брови у куклы коричневые, глаза карьего цвета и подведены коричневыми тенями. На губах красная матовая помада. Maif Rocher, называется Sink Versights. Тираж 600 кукол, продавалась она через дилеров за 160 долларов. Скульпт Maif, тип тела из 59.1.0 с двумя парами ножек. Skin Tone Sun Kiss. Образ Maif составлен из коричневой водолазки и сарафана с узором гусиная лапка. Сверху надет укороченный синий жакет. Дополнен образ коричневым беретом, синими короткими перчатками, синим ремнем и синими балетками. Все необходимое для выходных на природе она уложила в круглый красно-оранжевый саквояж. В ножках небольшие золотые серьги. Волосы Maif не длинные, пшеничного цвета, закручены на концах. Локон на лбу уложен в крупный завиток. Зеленые глаза подведены розовыми тенями. Помады и лак красные. Эйвелин Ливертон под названием Traveling in Style вышла тиражом в 600 штук и продавалась через дилеров по цене 160 долларов. Молт Эйвелин, тип тела из 59.1.0, ножки под каблук. Скинтон Блэш. И Эйвелин отправилась на прогулку в шикарном коричневом костюме в клетку из жакета и юбки в складку. Сверху она надела широкое бежевое пальто. Образ дополнен красными туфлями на каблуках, красным ремешком, короткими красными перчатками и повязкой на голову. Саквояж у куклы квадратный и небольшой. Есть серьги и бусы из жемчуга. Коричневые волосы Эйвелин зачесаны в аккуратный пучок, карель глаза подведены коричневыми тенями, на губах красная помада. И через лотерею за 160 долларов можно было получить Лейерда Дрейка. Выпуск назывался Falling Leaves. Тираж 600 штук. Молт Лейерд, тип тела ОМ 1.5, скинтон Венгерский. Он в красном вязаном свитере, коричневых брюках и коричневом прямом пальто в клетку. С собой он несет большой чемодан, видимо там вещи для всех девочек, и на ногах у него красные носки и коричневые кожаные ботинки. На голове шляпа с узкими полями, на руке есть часы на кожаном ремешке. Волосы у Лейерда черные, сделаны из флока. Брови широкие, коричневого цвета. Мне очень нравится эта коллекция, я бы хотела их всех. Мне вообще очень нравятся повседневные именно образы в этой коллекции. Третий кукольный день меня слегка удивил. Нам показали парня из базовой коллекции. Это Тэнджин Даклинг под названием Power Workout. Его первый тираж 2500 штук на мир, цена 99 долларов. Молт Тэнджин, тип тела ОМ 1.5, скинтон Нью Испаник. И это парень в тренировочных штанах и кроссовках. Его коричневые волосы собраны в хвост, есть небольшие усики и бородка. На груди есть татуировка. И я рада, что Интегрити продолжает делать базовый угол, хотя этот парень мне и не нравится. А вот четвертый день показал нам шикарную вещь. И это переноска и гардероб со сменными блоками. Ален Томбле действительно постарался. И здесь есть отдел, куда можно закрепить саму куклу с подставкой. Это отделение прячется за зеркалом. Зеркало съемное. Есть отдел с наклонными полками для хранения обуви. Нижняя часть – это высокие узкие полки для длинных сапог. Есть отдел с полками и со штангой и вешалкой. И часть полок можно закрыть створками шкафа. Нижняя часть. Такой базовый кейс стоил 225 долларов. И есть к нему дополнительные отсеки. Первый – это витрина с прозрачными полками и дверками за 50 долларов. Тут можно выставлять аксессуары. И у этого отделения есть подсветка на батарейках. Второй – это комод с ящиками за 45 долларов. И еще за 45 долларов можно было приобрести еще один дополнительный блок со штангой и вешалками. Теперь я точно знаю, какую гардеробную я хочу для своих кукол. И надеюсь, что Integrity Toys продолжит выпускать такие вещи. Это очень интересно. И четвертая клубная кукла появилась в конце января. И ей стала Кьюри Сата из линейки во фэшн ройалти. Под названием Redefined Luxury от дизайнера Джесси Айелла. Это большой гифт-сет за 299 долларов. Тираж определяется количеством предзаказов. Скульпт Кьюри Сато 1.0. Тип тела FR 6.0 с ножкой под каблук. Скинтон блэш. И по легенде Кьюри отправилась в Токио за покупками в японский ювелирный дом. И это действительно очень богатый набор. Сама кукла-брюнетка. У нее короткая стрижка и волосы красиво уложены. Макияж спокойный в нюдовых оттенках. Есть несколько вариантов одежды. Это вечернее платье, которое состоит из бежевого корсета. И сверху само платье из черной тюли в горох. Есть черно-белый твидовый костюм. Состоящий из белой блузки без рукавов. Узкой юбки на булавках. И жакета с белым воротником и белыми манжетами. Есть в комплекте необычное объемное пальто с узором гусиная лапка. Белье у куклы сиреневое с черным кружевом. Образы можно менять и дополнять большим количеством аксессуаров. Это черные туфли-лодочки с бантиками или длинные черные сапоги. Черная сумка с золотой фурнитурой. Черные солнечные очки. И несколько вариантов украшений. Некоторые из них хранятся в кейсах. Это длинное ожерелье из золотой цепочки и жемчуга. Золотые серьги с жемчугом. Браслет. Золотое кольцо. Серебряное колье с камнями. Серебряное кольцо. Две пары серебряных сережек с камнями. Небольшие и длинные. И брошь из того же комплекта. Набор действительно очень красивый, но и дорогой. И в феврале вышла последняя пятая клубная кукла. Это очень необычный выпуск для Integrity Toys. Создал эту куклу дизайнер Джесси Айела. И ею стала Виолайн Перин под названием Сирен из коллекции New Fantasy. Скульпт Виолайн или Ванесса 2.0. Тип тела New Face 3.0. Есть ножки под каблук и на плоской стопе. Скинтон Венгерский. Стоила такая кукла 199 долларов. И тираж определялся количеством предзаказов. Я долго не могла понять, что меня смущает в этой кукле, пока не увидела, что у нее нет прошитых ресниц. Только нарисованные. Глаза у куклы голубые, с голубыми тенями. Губки нюдовые. Интересно сделаны волосы. Это длинные локоны с имитацией мокрой укладки. Волосы платинового цвета с отдельными розовыми волосками. И кукла может быть русалкой с шикарным голубым хвостом. А может ходить на ножках, надев либо узкую юбку с рюшками, или мини-юбку с перьевым шлейфом. У Виолайн есть два лифа. Один из ткани в пайетках цвета морской волны, а второй ювелирный. Он сделан из золотого металла. В пупке у куклы есть пирсинг. Обуться она может либо в босоножке с жемчугом, или в длинные золотые сапоги. Есть серьги в виде крупных голубых плавников, и снизу навешаны из жемчуга крупные подвески. Либо эти большие серьги можно заменить на маленькие золотые морские звездочки. На талию можно повесить цепочку из золота и жемчуга. В качестве сумки Виолайн выбрала большую белую ракушку. И у нее есть два золотых браслета. Один литой и один с подвесками. И золотое кольцо. Подставку тоже сделали стилизованной. Низ у нее в виде ракушки. Есть два держателя. Один для ножек, и второй для летящей, парящей позы для хвоста. И с одной стороны мне очень понравилась эта кукла, потому что для Integrity Toys это очень необычно. Но с другой стороны, я бы больше ожидала увидеть такую куклу Барби, чем Integrity Toys. Поэтому впечатления от этой куклы у меня довольно смешанные. Вот таким стал 2023 клубный год от Integrity Toys. Посмотрим, что ждет нас в 2024. И для меня самыми классными выпусками стала, наверное, коллекция Поппи Паркер, черно-белая. И, конечно же, конвенция «Семь смертных грехов». Но и клубные куклы тоже были очень красивыми. Расскажите, какие у вас впечатления от этого клубного года. Кто вам понравился, кого вы, может быть, себе поселили в коллекцию. Будете ли вступать в 2024 и чего вообще ждете от нового клубного года. И спасибо, что посмотрели это видео. И совсем скоро мы встретимся с вами снова и обсудим вступительных кукол для W Club 2024.